Хочу вам представить Ирочку нашу дорогую, потому что все началось с того, что они записались добровольцами и ее муж предложил услуги. Он каждый день собирает нас по городу и привозит сюда, а вечером увозит. Вот наша любимая дорогая Ирочка, героиня. Как-то так, наверное. Началось, на самом деле, с другого, когда была угроза захвата, когда стали захватывать администрации городские по Украине. И пошел слух, что будет угроза захвата Севастопольской администрации. И в этот вечер собрались, в эту ночь, собралось около 600 человек под администрацией. И всю ночь там дежурили. В том числе и я была. Ну и потом хотелось, конечно, в этом всем участвовать, потому что равнодушным оставаться нельзя. И страшно представить, что такое, то, что сделали с Киевом, с центром, могут сделать у нас в Севастополе. Это просто немыслимо. Расписать памятники или посбрасывать эти памятники. И, собственно, мы, когда блокпосты образовались, мы ездили по блокпостам с мужем и просто привозили то, что нужно. Все же на пустом месте. Привозили фонарики налобные, дрова, бензин для работы генераторов. Ну, пока еще не организовано все было. Пока еще сустава не было постоянно. А потом вот так получилось, что нужно было привезти повара сюда. Привезли повара, осталась я тоже. И стали мы ездить и возить, забирать бригаду женщин. Утром одних увозить, вторых привезить. Ну, а я здесь просто остаюсь навести. И мы рады быть полезными. Здесь такие люди живут. Уникальные. Здесь не думают о себе, думают о другом. Хорошо. Таких людей нет. Мне так кажется. Я так правильно понимаю, что вы сами организовались и сами все для себя организовываете. И все условия бытовые, и обеды, и все, да? Да. Это мы все, значит, насчет сами для себя организованных, все принесем. Никаких продуктов мы сюда не привозим. Все несут. Целыми днями несут нам. Вот вчера принесли куру, мы сварили сегодня из них борщ. Вот это все приносим люди. Мы 7 мешков в детский дом вчера сносили. Потому что печенье вот в таких хатах, упаковки гречки, упаковки сахара. Это очень много. Это очень много на всех блокпостах. Поэтому такая вот я поражена. Приезжают дедушки, бабушки, привозят такие яйца домашние, сметану. Там, детки, поешьте и так далее. И все говорят, держитесь, ребят, держитесь. Ну, тем не успеем. А по большиному условию. Изначально был один навес. Столы там сделали. Вчера у нас появились казаки. Они нам даже сделали там. Расширили все. Как-то так сделали все... По домашней. Да, гораздо лучше, правда. Вчера они буквально нам за 2 часа организовали быты еще лучше. Хотя здесь вот уже неделю, да, по-моему? Да, Оля, неделю? Да? Нет, больше. А, неделю с 28-го. Правильно. Что за 28-го? Зина, с 28-го. Нет, это с 24-го числа мы идут. Конечно. Нет, я с 24-го числа. Вы что? Ну, вот Зина у нас молчит. Нам всех... Вы посмотрите, нам привезли свежевыловленную кефаль. И вот Зина молча сидит ее чистит. Сейчас будем жарить. Надо же ребят кормить же. Сейчас обед и нужно... Зина интервью не дает, а чистит рыбу. Мы очень хотим, чтобы желания крымчан, их чаяния услышаны были. И чтобы это все обошлось без крови, чтобы это все было мирным путем. Потому что мне кажется, что сейчас островок спокойствия это Крым в Украине. Нет спокойнее места, чем Крым сегодня. А слышим мы совершенно другие. Потому что здесь Россия, поэтому мы и спокойны. А мы никому не отдадим все свое. И мы в Ушпе всегда жили с татарами. Да только сейчас мы приехали к татарам, вот они же приехали к татарам. И расскажите, что в Киеве ничего нет. А как вы жили? Как они брешены? Они, конечно, у нас были представители из Нью-Йорк Таймс. И искренне журналист был убежден в том, что в Киеве все замечательно. Виноват во всем происходящем президент Янукович. А мы называем его президентом, потому что он продолжает оставаться президентом. Не исполняющий обязанности и четыре должности занимающих господин Турчинов, а все-таки Янукович. Каким бы он был. И совершенно убежден был этот журналист, что мирные были демонстранты, в которых стрелял Беркут. А вы знаете, как мы встречали наших Беркутовцев? Они выполняли приказ, они стояли за порядок. И получается, когда они возвращались в свои части, в Виннице, Львове, Полтаве, их пропустили через строй позора. Поставили на колени и заставили просить прощения у народа. А мы наших Беркутовцев встречались с цветами, с оркестром. Люди становились перед ними на колени и благодарили их за то, что они стояли безоружные против коктейля Молотова и исполняли свой долг. А их сделали крайними, стали просто уничтожать морально, угрожая их семьям. Если бы вы их видели, когда они прибыли, они были черные, от покрышек. Это бальчишки, подождите, если в луну. Это ночные волки, они курировали по следу. Так вот, мужчины, которые стояли против коктейлей Молотова, они плакали, когда увидели, как мы их встречаем. Мы плакали, а они плакали. Мы тут, знаете, как их встречали? Ох, кричали, поддерживали Беркутов. Мы тут как раз были, когда они ехали. Нет, я на площади их встречала. Нет, я имею в виду Северополя.